Российские войска снова обстреливают Белгород, в котором прозвучала серия взрывов. Неинтересующиеся политикой жители, лично засняли как стоящая в городской черте установка, делает залпы по жилым районам, с целью обвинения Украины. Вот так на России делается картинка для эфира новостей. Как удалось установить, обстрел велся с южной части города, и российские ракеты запускали прямой наводкой по жилым кварталам. Даже сами жители Белгорода поняли, что их обстреливает своя же армия. Во время обстрела, к одной жительнице залетела в дом ракета российского производства, от зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С-1». Именно поэтому в Белгороде отсутствуют разрушения, так как если бы ВСУ ввело огонь, и названными оккупантами установками, то там были бы значительные разрушения и пожары. Но там ничего этого нет. Такой вот у нас третий день, третья ночь. Белгород очень громко. Тем временем, российский монах Андроник Афон, один из немногих, кто осудил российскую агрессию против Украины, говорит, что он предупреждал, что зло к россиянам может вернуться. И так и происходит. Мне стали присылать сообщения, вот в момент удара по Белгороду, явно с таким провокационным духом, типа, что же вы молчите. Вот эти же самые люди, когда в начале войны и потом в продолжении войны до последнего времени, я говорил, что этот беспредел должен остановиться, выражал соболезнования украинцам. И эти люди мне говорили, батюшка, а зачем вы вмешиваетесь? Это же политика. Раз Бог попустил, значит, это зачем-то нужно. Или еще лучше, а это не по грехам, это, наверное, не просто так. И я тогда говорил, что, а помните, что вы говорите? Это страшное лицемерие, это фарисейство. Когда полетит в ваш дом, вы запоете другую песню. Прилетело. Ну как мне, замолчать? Не вмешиваться? Это же политика. Буду молиться. Или, может быть, это воля Божия? Может быть, ведь Божий попустил, зачем вмешиваться? Значит, зачем-то нужно. Я сейчас не злорадствую, не просто тупо хочу отзеркались в ваши вот эти вот комментарии, товарищи Зигованы. Ну просто вы хоть на секундочку на себя со стороны посмотрите. Вы подумайте, каково это. Каково это сидеть в подвалах. Видеть, как на твоих глазах просто разрывает твоих близких людей, твоих родных людей, все, что ты строил всю свою жизнь, старался. Просто в один миг почему-то уничтожено. Так Бог вас будет учить эмпатия, чтобы вы учились ставить себя на другое место, на место чужого, кто страдает. Это кровь на руках агрессора, на руках Путина с его кликой и тех безумцев, которые их поддерживают. Вы, кто его поддерживаете, это кровь на ваших руках. Вы ответите на страшном суде за эти жертвы. А сейчас россияне, которые два года не интересовались политикой и поддерживали российскую агрессию против Украины, резко начали спрашивать, а почему к ним прилетает. Все свои вопросы они должны задавать Кремлю, собираться на Красной площади и требовать ответов.